Хотите видео прожимать? Условия те же, 20 тысяч подписчиков. Вы движетесь невероятными темпами. За 2 дня плюс 10 тысяч на канале. Удачи вам! А спонсор видео мой дискорд сервер. Зачем усложнять жизнь? Скучаешь по кому-то? Иди в дискорд. Хочешь встретиться? Иди в дискорд. Тебя не понимают? Иди в дискорд. Есть вопросы? Иди в дискорд. Ссылка в описании. Ученики, что самое странное учитель делал на уроке? У моего учителя по физике в старшей школе в подсобке хранились шары для боулинга. Иногда он их выносил для разных экспериментов. Мы все очень любили физика, так как он всегда интересно рассказывал и просто был хорошим человеком. Мы часто спрашивали у него советы и делились с ним своими проблемами. И вот однажды он вызывает к доске одного из учеников и предлагает бросить шар во что-нибудь. Тот так и сделал. А потом он разрешил сделать тоже, но всему классу. Это был самый веселый урок, который у меня когда-либо был. И да, мы полностью разрушили кабинет физики. На нем живого места не осталось, будто ураган прошел. Как оказалось, перед уроком ему позвонил директор и уволил его. Причем несправедливо. У нас есть профессор, который вышел на пенсию. В последний день его работы он решил, что будет весело проехаться по зданию колледжа на велосипеде. Он заезжал в каждый кабинет, махал рукой, улыбался и прощался. И да, он часто сидит на реддит. Привет, Питер, ты чокнутый. Мой учитель зачитывал слайды и начал говорить несуразицу. Через 10 минут он остановился, вздохнул и сказал. Извините, ребята, я еще не похмелился. Студент сказал. Сэр, сегодня среда. Профессор с грустью ответил. Я знаю. У меня был учитель, который очень не любил мобильные телефоны. Он предупредил нас, что он лично конфискует любые сотовые телефоны, если услышит, что один из них зазвонил или увидит, как кто-то пишет. Итак, следующая пара. Мы все выключаем свои гаджеты и в середине пары звонит чей-то телефон. Профессор подходит к парню, у которого, собственно, зазвонил телефон и просит отдать ему его. Парень сопротивляется, просит о поблажке. Тот настаивает. В конце концов, он отдает свой гаджет и профессор со всей силы бросает телефон об стену. Смартфон разбивается на мелкие кусочки. Студент сидит в шоке, зато больше ни у кого и никогда не звонил телефон на его парах. У меня был учитель истории, который приходил в класс в костюме тройки. В течение первых 5 минут занятия, пока читал лекции, он снимал свой галстук, потом пиджак, жилет, рубашку и пояс. Заканчивал лекцию только в майке и брюках. Почему он это делал? Мне до сих пор не понять. Но это было каждый день в обязательном порядке. Мне кажется супер неудобно и неловко читать лекции, расстегивая пуговицы на своей рубашке. Получает телефонный звонок в классе, на полусловие заканчивает лекцию и отвечает на звонок. Потом говорит нам. Ребята, мне придется забрать своих детей из футбольной школы. Просто подождите здесь около получаса. Полчаса спустя. В любом случае, как я уже говорил, представляете, он просто продолжил с того места, на котором закончил. У меня был профессор, который вышел из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок. Однако он оставил свой микрофон включенным. Вся аудитория слышала, как он любезничает со своей женой. Он вернулся в аудиторию, когда все уже катались под столом от смеха. У меня был учитель по психологии аномального развития. Он был очень энергичным, всегда рассказывал свои лекции увлеченно. Но был у него один минус. Он всегда сильно потел и постоянно вытирал лоб своим платочком. Ни у кого в классе он не вызывал доверия, но объяснить мы этого отношения не могли. И тут в один день у нас появляется новый преподаватель по этому предмету, а старого просто уволили. Как нам потом объяснили, его недавно арестовали и обвинили в неприличных действиях в отношении несовершеннолетних. Только после этого мы начали вспоминать некоторые моменты, которые в свете последних событий объясняют истинные мотивы и его поведение. Мой дедушка был психологом более 40 лет. Он всегда говорил, не доверяйте людям, которые работают в психологии. Они слишком часто пытаются понять, что с ними не так. Это не совсем фейл препода, так же заглупила еще и студентка. Но обо всем по порядку. Когда-то давно эта учительница установила правило, если на паре вы забыли выключить телефон, и он зазвонил. На следующий день вы должны принести торт для всей группы. Но однажды телефон зазвонил у нашего препода. У нее был долгий и напряженный разговор со своим парнем. При этом ссора происходила перед всей группой. Она вешает трубку и начинает сильно плакать. У аудитории воцарила гробовая тишина. И тут одна студентка говорит. Так вы завтра торт принесете? У моего профессора истории есть протез вместо руки. Однажды он снял его и нарисовал на культе лицо. И начал разговаривать с ней. Он открыл браузер хром, когда проектор был включен. И сайт с фильмами 18+, был одной из самых его посещаемых ссылок. Кто-то должен был сказать ему о режиме инкогнито. У меня был учитель по экономике, который разозлился на пчелу, летающую по комнате. В середине своей лекции он поймал пчелу голыми руками, бросил ее на землю и наступил на нее одним плавным движением. Потом посмотрел на нас и сказал. Это предупреждение для других пчел. А затем продолжил лекцию. Иногда реально профессора ведут себя так, как дети. Мой преподаватель недавно бросил нож в коробку, изображая из себя ниндзя. С первой попытки он его воткнул со словами. Это убийственный выстрел. Все бы ничего, но он это сделал с полной студентами аудитории. Мой учитель получил документы о разводе прямо на уроке. Он просто сказал нам. Извините, мне нужно выйти на минутку. Он заходит в подсобку и весь кабинет слышит, как он проклинает свою бывшую жену. Потом он возвращается и продолжает вести урок. Однажды на уроке физики наш класс совсем перестал слушать учителя. Все начали заниматься своими делами, болтали, играли в игры. Стоит отметить, что у каждого на парте всегда лежал калькулятор. И вот учитель рассказывает предмет и вдруг замолкает. Потом он подходит к азиатскому парню, который играл в игры на телефоне. Берет калькулятор и бросает его об пол. В классе воцарила гробовая тишина. И он, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок. После звонка он потом подозвал этого мальчика, извинился и вручил новый калькулятор. У меня однажды учитель, большой бородатый дядька лет сорока, принес на урок бездомного маленького котенка, которого спрятал в кармане своей куртки. Сначала он попросил у ребят немного еды, чтобы его накормить, а одного послал за водой. После того, как котенка напоили и накормили, наш учитель еще 20 минут играл с ним на своем столе. Тогда мы на него посмотрели совсем другими глазами. Как-то мой учитель по программированию показывал мне на своем компьютере какой-то элемент кода в заметках. Просто я не мог понять, как его писать. Я подхожу и вижу у него на компьютере какую-то игру, где нужно ухаживать за щенками. Он проходил какой-то квест, поэтому постоянно переключался из одной вкладки на другую. Ну блин, вы же учитель по программированию, неужели нельзя было разделить экран на два окна, наблюдать за своей игрой и в это же время кодить? Эту фишку знает даже моя бабушка. Мой профессор по социологии ответила на звонок по скайпу от ее еврейской сестры в середине урока. Лицо этой милой дамы отобразилось на проекторе и вся аудитория засмеялась. Но они все равно продолжали беседовать еще минут 10. И все это время все студенты слышали их разговор. Преподаватель читала лекции «Солидная дама лет 40», как вдруг она начинает кричать «Что это, черт, убери это с меня!» и становится на стол ногами. Как оказалось, пополу полз огромный жух, который напугал так нашего педагога. Мой учитель вытащил пугало ящерицы и провел поэтическую битву с ней. Все это время он смеялся. А потом он спросил у нас, не хотим ли мы сразиться в поэтической дуэли с настоящим драконом. Все отказались, и мы продолжили пару. Наш учитель на уроке по какой-то причине хотел показать нам игру Second Life. Когда он показывал это нам, он просматривал скины своего персонажа, и одним из них был большой мальчик-ангел. Прошлой весной на уроке астрономии произошел забавный случай. Наш профессор нам рассказывал о том, что существуют червоточины, а также о том, как что-то теоретически может попасть туда и появиться на другой стороне, в другой точке пространства. Занятие проводилось в большом лекционном зале, и с обеих сторон были двери в передней части класса. Итак, в середине лекции он выходит из классной комнаты с левой стороны, продолжая все еще разговаривать. У него был микрофон, поэтому его было слышно из другой комнаты. И сразу же после него из второй двери появляется другой профессор, поразительно похожий на нашего. Они были одеты в такую же одежду. Вошедший педагог старался шевелить губами в такт словам нашего профессора. Через какое-то время преподвернулся, но именно в тот момент, когда его двойник вышел. Как оказалось, они делали это постоянно, и студентам этот трюк очень нравился. Когда студентам становится скучно на моих уроках, иногда я останавливаюсь, смотрю на потолок и посвистываю, изображая птиц, которые будто переговариваются. Сначала студенты удивляются, потом смеются, и наконец пугаются, ведь я могу это шоу продолжать больше одной минуты. Этот трюк всегда меня веселит, особенно реакция студентов меня радует. Мой учитель пятого класса был 45-летним мужчиной с довольно большим брюшком, и всегда носил белые рабочие рубашки с подтяжками. Однажды перед классом он начал поднимать руки, когда внезапно, бах, его подтяжки слетели с его тела и ударили его по лицу. Я сразу разразился смехом, и когда я наконец поднял глаза, ни один ребенок в этом классе не смеялся. Хуже того, они все смотрели на меня. Стало еще хуже, когда я все еще в истерике указал на учителя и повторил то, что произошло, как будто это каким-то образом оправдало бы мою реакцию. И они внезапно открыли бы свои глаза и разделили бы мое веселье. Я не знаю, было ли это неловко, но мой профессор утверждает, что у него фотографическая память. У него действительно хорошая память. На первой паре, кстати, это лекция на 200 человек, он запомнил каждого ученика по их фото в паспорте. Да, он просил показать паспорт. На следующих парах, начиная со второй, он вызывал каждого ученика по имени и фамилии. Некоторых, конечно, это очень пугало. Понравилось видео, поделись с друзьями, а также не забудь посмотреть другие треды. Врачи, какую самую жуткую вещь вы видели на работе? Бездомные подростки, расскажите, как это было? Как и когда вы поняли, что мир опасен? Особенности тела, которые делают тебя уникальным.